Картины Леонардо да Винчи слишком реалистичны, чтобы быть настоящими. Сегодня интернет пестрит статьями об уникальной технике живописи Леонардо да Винчи. Утверждается даже, что он открыватель нанотехнологий, но действительность сильнее всяких фантазий. Похоже, свои картины он не всегда рисовал. Давайте рассмотрим всю эту невероятную историю постепенно и строго обоснованно. Во всяком случае, читатель в любой момент сможет отказаться от дальнейшего погружения в технику изобразительного дела эпохи Возрождения. Если почувствовал, что здесь нечисто, отложи, не читай. Сможешь и дальше с наслаждением и доверием слушать бред, что несут искусствоведы. Первое. Удивительная реалистичность картин эпохи Возрождения. Европейцы очень дотошные люди. И вот однажды британский художник Дэвид Хокни, разглядывая рисунки Энгра 19 век, решил посмотреть их под увеличением. Он был поражен, насколько эти произведения реалистичны. И еще Хокни заметил явное сходство с работами современного художника Уорхола, который проецировал фото на холст и обрисовывал его. Хокни решил, что Энгр пользовал камеру Люцида, устройство, которое представляет собой простейший оптический прибор. Призма крепится на стойке к планшету, и художник, глядя на свой рисунок одним глазом, видит реальное изображение, а другим, собственно, рисунок и свою руку. Это способствует реалистичности изображения. Ему пришло на ум попробовать исследовать множество картин из разных стран и времен. И это понятно. Нарисовать по-настоящему реалистичную картину оказывается совсем непросто. Уж не пользовались ли художники всякими оптическими штучками в стародавние времена. Здесь его ждало множество интересных открытий. Оказалось, что художники эпохи Возрождения, это 14-15 века, рисовались с такой реалистичностью, которая без применения оптики просто недостижима. Вот замечательный пример. Картина Ян Ван Эйка, которая называется «Портрет Четы Арнольфини». На картине есть изображение металлической люстры подсвечника. Чтобы подтвердить свою догадку, Хокни даже заказал совершенно идентичную металлическую люстру. Ее изготовили, и вот тогда, подобрав правильный источник света, он получил точно такие же блики, как на картине. «Почему же обязательно оптика?» – спросит пытливый читатель. Может быть, художник просто внимательно и тщательно прорисовал то, что видит? Но в том-то и дело, что блики на металле – это не просто светотень. Достаточно на доле градуса изменить положение ока наблюдателя относительно объекта, как блик пропадает. Значит, для достижения подобного результата художнику следовало закрепить свою голову в зажим и работать кисточкой с бешеной скоростью. Ведь источник света – солнышко, а оно перемещается. Без этого блики не запомнить и никак не воспроизвести своим воображением. Будет красиво, но с действительностью не совпадет. Второе. Художники с давних времен пользовались оптикой. Еще раз отметим, что выводы этот сделал профессиональный художник, который не понаслышке знаком с живописью. Кроме того, Хокни заметил на многих картинах того времени характерные для использования оптики искажения. Например, всеобщая леворукость, как на картине из музея Франца Халса XIX век, где танцует пара левшей, им грозит пальцем леворукий старик, а под платье женщины заглядывает леворукая обезьянка. И нам становится понятно, что это получится при обрисовывании отраженного изображения. Если оптика несовершенна, то в процессе проецирования исходной картинки приходится перемещать холст для наведения резкости в той или иной части изображения. В этом случае получаются ошибки в пропорциях. И вот пример. Огромное плечо Антеи Пармиджанино, это около 1537 года, маленькая голова леди Дженовезе Антониса Ван Дейка 1626, огромные ноги крестьянина на картине Жоржа де Латура. И, наконец, знаменитый эффект сфумато, это размытость, то есть расфокус некоторых предметов на картинке. Например, художнику удалось достаточно хорошо спроецировать оптикой изображение на холст. Главное уже находится в фокусе. В таком случае мелкими предметами по краям можно пожертвовать, они так и прорисовываются в размытом виде. Таким образом, Хокни неопровержимо и профессионально доказал, что некоторые художники эпохи Возрождения пользовались оптикой для максимально реалистичного изображения действительности. Проще говоря, они не рисовали, а обводили и разукрашивали. Третье. Леонардо да Винчи – создатель неизвестной технологии. А ведь именно Леонардо приписывают открытие техники сфумато. То есть он не только оптикой баловался, но с него это и пошло. Однако есть и еще одна особенность его картин, которую Хокни не исследовал. Например, на известном шедевре «Монна Лиза» нет ни одного мазка от кисточки и ни одного отпечатка пальцев. То есть он даже не просто обводил и разукрашивал, а делал это каким-то немыслимым образом. Надо признаться, что для меня стали откровением слова некой замечательной женщины, искусствоведа, выступавшей однажды на канале «Культура» в программе «Академия». Она сказала, что сегодня художники просто не способны повторить достижения мастеров прошлых веков. Не получается у них так нарисовать, секреты мастерства утеряны. В аудитории тут же родился вопрос, а как же подделки? Но она сообщила, что подделывают чаще всего лишь подписи знаменитых авторов на картинах неизвестных. Но того же времени и похожего уровня мастерства. Так вот почему эти картины считаются бесценными шедеврами, их просто не могут повторить и не понимают, как они сделаны. А в случае с Леонардо да Винчи технологии вообще запредельные для художественной техники. Поэтому исследования таких картин и продолжаются сегодня. Так, лаборатория Центра изучения и реставрации музеев и Европейская лаборатория синхронного излучения недавно объединили свои усилия для раскрытия секретов мастерства Леонардо. Об этом написано в статье, опубликованной в научном журнале «Энжвенглхеми». Руководил исследованием доктор Филипп Вагнер. Ученые использовали метод, который называется рентгеновская флюоресцентная спектроскопия. Так можно изучать структуру слоев без взятия проб, то есть не нарушать полотно. Мощный рентгеновский луч направили на полотно, определили структуру слоев и состав, обнаружили следующее. Каждый слой глазури имеет толщину 2 микрометра, что в 50 раз тоньше человеческого волоса. В некоторых местах картины общая толщина всех слоев глазури равна 55 микрометрам. Это значит, что мастер многократно наносил слой за слоем для достижения нужного эффекта. И еще сообщили, что частицы пигмента, красящего минерала, настолько малы, что их нельзя измерить обычным способом. Получается, что если даже пигмент наносился так тонко и равномерно, что его частицы расположатся точно в один слой, то они не должны быть размером больше, чем 2 микрона микрометра. Не больше, но возможно они еще намного меньше. Сразу скажу, что эти результаты совершенно не вписываются не только в рамки современных исследований о технологиях того времени, но и в оптические представления Дэвида Хокни. Это вообще ни в какие ворота. Четвертое. Как из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар. Обычный человек не имеет в своем умственном багаже четких образов и понятий о сверхбольшом и сверхмалом. Что килопарсеки, что микрометра для него мало, что конкретно значит. Это естественно, он же не пользуется ими ежедневно. Поэтому следует обрисовать, что такое частица пигментом размером в 2 микрона. Как вы думаете, встречались ли вы с веществами такой мелкости в реальной жизни? Как правило, нет. Самое мелкое, с чем вы могли иметь дело, это тальк. Из него, например, делают детские присыпки. Величина частиц порошкового талька имеет разброс как раз от 2 до 10 микрон. Надо сказать, что абсолютно все краски и сейчас, и раньше делаются на основе пигментов. Для этого не всегда используются камни, иногда пигменты извлекаются из растений или даже насекомых. Но частички красящего вещества присутствуют неизменно, и у нашего мастера просто не было другого варианта со своими красками. Так вот, если бы даже Леонардо вздумалось рисовать свои картины разведенным в связующем веществе тальком, то и тогда бы он не смог получить толщину одного красочного слоя в 2 микрона, поскольку значительная часть частиц больше этого размера. А ведь после высыхания именно размер частиц пигмента определяет толщину слоя. Так как же получить такие мелкие частицы? Интересно, что порошок талька используют в основном из-за мягкости этого минерала. Его легче всего размолоть, для рисования же всегда использовали другие минералы, которые имели характерные цвета. Но все они значительно тверже талька, это значит, что размолоть их до такой мелкости еще труднее. Сегодня это делают на современных мельницах и достигают размеров частиц пигмента от 15 до 55 микрон. Это массовое и достаточно дешевое производство пигментов для масляных, алкидных и других подобных красок. Такой размер считается целесообразным. С другой стороны, чем мельче частицы, тем лучше свойства краски. С другой, процесс помола тоже требует много времени и связан с различными технологическими трудностями. Так и получается, что современный уровень массовых технологий позволяет нам нанести один слой краски толщиной около 30 микрон. Ну а наши автомобили, окрашенные в несколько слоев, вообще имеют толщину покрытия от 80 до 100 микрон. Как же тогда делал свои краски Леонардо да Винчи? Вот совсем непонятно. Все, что перетирается или получается иными прогрессивными методами, еще мельче, называется уже микропорошками. И это предмет других областей – микрополировка, оптика, наука, нанотехнологии и типография. Типографические краски – это особое направление. Пигменты для них получают очень непростым химическим способом. При этих способах частички выращивают, кристаллизуют в определенной среде сразу очень мелкими кристалликами. Затем спрессованный осадок все равно сушат и размалывают. Но это совсем не то, что растолочь – целый камень. В результате таких современнейших и дорогих химических процессов получают, например, следующие пигменты. Желтым цветом характеризуются игольчатые звездчатые выделения альфа-гидроксилов железа, размерностью от 0,01 до 10 мкм. Красный цвет дают табличатые кристаллы оксида железа – гематита, альфа-ферром-2О3, размерностью от 0,05 до 1 мкм. Увеличение размеров до 10-20 мкм сдвигает оттенок в вишневую и сиреневую сторону. Вот это уже та самая мелкость, которая и пригодилась бы нашему художнику для своего эффекта сфумата. Но среди этих пигментов для типографских красок используются тоже не все размеры. В результате получается, что краска для высокой и оффсетной печати образует на готовом оттиске красочный слой менее 2 мкм. Как же тогда Леонардо да Винчи смог технологически опередить наши современные химические комбинаты со своей средневековой ступкой? Но это все, конечно, не ставит в тупик искусствоведов и скептиков от науки. Ну и что, говорят они, взял свою ступку и растолок потщательнее? На то он и гений, пусть постарается. Вот мне и пришлось разобраться, что это значит – растолочь в ступке тщательно. И на что вообще такой инструмент способен? Оказывается, есть методики и руководство для процесса измельчения в ступке. Сегодня этот процесс сохранился в аптечном деле. Там есть особенность – чем мельче размолото активное вещество, тем сильнее его действие на организм. Поэтому аптекари стараются растолочь на совесть. Но всему есть предел. Здесь предел такой – если ты можешь на глаз отличить отдельные частички, работай дальше. А если у тебя получился как бы совершенно однородный порошок, то все, бросай пестик. У тебя больше нет критерия, который ты должен достичь. Дальше можешь тыкать в ступку хоть целый год, ничего визуально не изменится. Плохо ли ты талок, хорошо ли, сколько микрон достиг? Никак не определить. Методика утверждает, что глаз человека способен различить в одноцветном порошке отдельные частицы размером 70 микрон. Поэтому, когда сегодня перетирают пигменты до 15-55 микрон, на глаз уже не полагаются. А применяют контрольный просев на микроситах. Что же мне думать, у Леонардо разрешение глаза было в 40 раз выше, чем у всех остальных людей? Это даже для гения перебор. А если предположить, что Леонардо да Винчи перед изготовлением своих красок сплел себе еще микро решето, то на саму Монну Лизу уже и удивляться не приходится, поскольку там и дальше все прецизионное и микро. Слишком много нелепого и невозможного наслаивается друг на друга. Может быть, эта картина, как и многие другие того времени, просто сделана иным способом? Тем более, что это хорошо вписывается в формулировку «секрет утерян». А что там еще иначе терять, как не иную технологию изготовления? Способ обрезки кисточки? Состав тряпочки-затирки? Да хватит нас уже, наверное, дурачить. Современные люди не так уж тупы, чтобы за несколько веков рисования с теми же самыми инструментами и материалами, как утверждают искусствоведы, не повторить достижений одного человека. Пятое. А может быть, печать? Специалисты-искусствоведы утверждают, что методика создания картин у Леонардо да Винчи была такова. Сначала он невозможным, как мы выяснили способом, приготовлял краски в ступке. Очевидно, используя свои генетически измененные глаза, в которых модернизированный хрусталик повышенной прозрачности, дополнял глазное дно с увеличенным в 40 раз количеством светочувствительных колбочек. В такие глаза, вероятно, было жутко взглянуть, да и вряд ли такие поместятся в человеческой голове. Но они как раз и дают необходимое разрешение картинки для контроля за изготовлением в ступке микропорошков. Потом наносил в нужные места в разных частях картины широкими мазками с границами и переходами неразличимыми глазом краску одного единственного тона, не ошибаясь при этом в месте расположения и контрасте. Видимо, предварительно составлял послойные кальки и сложные цветовые схемы, а также использовал удивительные нано-кисти, позволяющие не только наносить краску точно в нужном месте по контурам, но и не оставлять следов мазка, регулируя при этом густоту тона. Такой инструмент идеально сочетал бы в себе свойства распылителя и художественной кисти, чего пока еще никто не изобрел. Затем брал нано-краску другого тона и накладывал ее следующим слоем – точь-точь на нужные места, снова по всей картине и с нужной густотой. И так около 20 полупрозрачных слоев, каждый из которых уникален по конфигурации, неоднороден по густоте и лишь при наложении всех слоев получался окончательный вид. При этом, как мы уже определили, Леонардо да Винчи должен был поставить около 20 безупречно точных схем калек на каждый красочный слой. Причем наложить все эти слои и проверить конечный результат он мог только виртуально, в уме. Компьютеров, говорят, тогда не было в такую голову, что способно на подобные умозрительные операции, пожалуй, и те самые модернизированные глаза вставить-то и удалось бы. Молодцы, искусствоведы, фантазеры, на фоне таких реалий любая сказка покажется правдоподобной. Еще могу добавить, что указанная технология поразительно напоминает современную многоцветную полиграфию. Там цветное изображение тоже раскладывается на одноцветные слои. Затем они наносятся на бумагу слоями толщиной как раз менее двух микрон каждый. Накладываясь друг на друга, эти слои создают многоцветную картинку. Только количество этих слоев сегодня от двух до шести. Большое количество не оправдано для современной техники. Сложная и громоздка. А у Леонардо до двадцати слоев. Правда, цветная полиграфия существовала уже во время Леонардо да Винчи. Так Шеффер, ученик Гутенберга, уже в 1457 году использовал цветные краски, синюю и красную при печатании. Его псалтырь, самый ранее известный нам образец, многокрасочный в три прогона печати. Там, конечно, краски еще не те, что сегодня, но все-таки три слоя. Однако, скрипя сердце, признать, что слои по два микрона и двадцатислойные графически очень сложные изображения, это бесконечно удаленная технологическая перспектива для типографии того времени. Так что мы расстаемся с нашей мечтой о двадцатицветной типографии да Винчи. Конечно, на фоне официальной версии можно предполагать, что угодно, хуже-то не будет, но что мы имеем, как-то же это было сделано? Шестое. Обобщение. Давайте все-таки подумаем, что мы имеем. Первое. Отсутствие мазков на картинах Леонардо да и вообще того времени. Нам говорят, что художники тщательно затирали красочный слой, а вот потом, в веке восемнадцатом, совсем разучились это делать. И сегодня тоже не умеем. Второе. Эффект сфумата. То есть, нерезкость предметов, что находятся не в фокусе. Нам говорят, что это делалось широкими мазками и послойно, но к восемнадцатому веку это делать разучились. Не умеем и сегодня. Третье. Темные тона на картинах того времени. Нам говорят, что это как раз и есть следствие применения эффекта сфумата. А для просмотра таких картин требуется более яркое освещение. Но что мешало художникам подобрать более светлые тона красок, если они рисовали кисточками? К восемнадцатому веку с тонами художников уже все получалось как надо. Четвертое. Крайняя реалистичность, недоступная человеческому зрению и интеллекту при традиционных техниках живописи. Нам говорят, что это гениальность, читай генетическая модификация художников того времени. Но ведь известно, что этому ремеслу, технологии, обучались обычные люди. Да и к восемнадцатому веку опять же все пропало. А ведь продолжали рисовать, существовали художественные школы. Что люди талантливые перевелись. И к чему все это приводит? Выводы. Нравится это мне или нет, но приходится признать, что отсутствие мазков и отпечатков плюс послойность говорят о поочередном нанесении на холст эмульсии. То, что применялась оптика, доказано Дэвидом Хокни, говорит о возможности проявления изображения прямо в слоях эмульсии методом фотоэкспозиции. Это подтверждает удивительное происхождение цветов в красочных слоях. С одной стороны, один слой – это цвет, с другой – невозможность определить размер частичек пигмента обычными способами. Если предположить, что каждый из растворов эмульсии дает свой цвет, то все становится понятным. Это и подтверждают и темные тона картин того времени. Они либо потускнели, как свойство фотохимии слоев, либо это неизбежность доступных в то время цветовых тонов, опять же, именно фотохимии. Потому что обычные-то яркие краски были. Утрата секретов мастерства, как и исчезновение всех описанных особенностей живописи к XVIII веку, говорит об утрате техники и технологии, позволяющей изготавливать соответствующую фотохимию, наносить ее на холст и оптически проецировать изображение. Вполне вероятно, что технология фотоэкспозиции была утрачена не сразу. Наверняка ее элементы применяли и позднее частями, вместе с обычными приемами живописи. Например, та же оптика. Ею ведь и так не перестали пользоваться. А первые элементы фотохимии снова стали применять уже в начале XIX века. Сегодня самая главная разгадка секретов Леонардо да Винчи должна принадлежать химикам. Ведь именно состав и принцип появления цветов в тончайших слоях эмульсии мог бы все окончательно прояснить. Но здесь мои старания тщетны. Каюсь, с химией у меня туго. Правда, я удосужился ознакомиться с некоторыми текстами Леонардо касательно смешивания красок, алхимии и так далее. Оказывается, его взгляды не просто предшествовали современным научным, а были как бы немного в другой плоскости. Он больше привязывал наблюдаемые явления к неким общим философским законам. С другой стороны, он был очень практичен. Тем труднее представить этого человека месяцами, толкущим в ступке порошки, с полным пониманием, что этого никто не только не оценит, но даже не сможет заметить. Так или иначе, но его записи вообще-то трудно сопоставить с теми выводами, которые были сделаны выше. Но есть одно большое но. Нам столько раз подсовывали фальшивки, что из-за подлинности этих текстов нельзя поручиться. Нельзя быть на 100% уверенным в том, что эти картины рисовал именно Леонард да Винчи. Естественное, во что я верю, так это в угрожающий вал фактов, который раз за разом упрямо приводит нас к выводам о развитом технологическом прошлом нашей земной цивилизации. Ведь кто-то эти картины создал, причем такими, какие они просто не могли появиться при средневековых технологиях. И было это не так уж давно, 15 век, о русских картин того времени мы вообще не знаем. Как будто бы и не было их. Может быть то, что на них изображалось, нам знать не положено? Стоит серьезно призадуматься. Стоит серьезно призвать. Стоит серьезно призвать. Стоит серьезно призвать.